Девушки отдыхают 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 Итак, человек приходит домой и видит букет цветов Он спрашивает жену, кто купил тебе цветы? Позже я расскажу конец истории Сейчас хочу вернуться к жизни Уилсона Итак, Уилсон взрослеет и становится признанным проповедником Его приглашают в разные места, чтобы он говорил о прощении Однажды, оказавшись в том регионе, где он учился в библейской школе Он проводит конференцию на тему прощения в большом зале Посреди конференции человек вскакивает со своего места в конце зала Выбегает вперед, встает на колени перед Уилсоном И со смирением просит у него прощения Он говорит, это я тот человек, который хотел вас убить Уилсон поднимает его и обнимает его Они рыдают Затем человек приглашает его к себе домой Там человек начал рассказывать В тот день, когда я увидел этот букет цветов Я стал подозревать жену И спросил, кто подарил тебе цветы Жена показала мне открытку Я понял, что ты отправил эти цветы мне И в этот момент я сдался Я сокрушился Я подумал, какая любовь А я такой расист Человек сдался перед Богом Начал искать церковь И с этого момента стал жить с новой жизнью И так Уилсон примирился с ним и стал другом этой семьи белых Говоря прощение, мы говорим об освобождении Так как прощение — это мощная сила, которая дает свободу Отпускает, открывает двери, открывает тюрьмы Простить — значит открыть дверь своей собственной тюрьмы Вот о чем говорит Иисус Ключевые слова прощения записаны в Евангелии от Матфея Шестой и восемнадцатой главах Итак, давайте посмотрим Это отче наш Прости нам долги наши Как и мы прощаем Должникам нашим Иисус говорит условие Если вы будете прощать людям Согрешение их То простит и вам Отец ваш Небесный А если вы не будете прощать людям согрешение их То и Отец ваш не простит вам согрешение ваших Итак, есть очень важное условие Что касается прощения Если мы хотим иметь настоящие и чистые отношения с Богом То мы должны простить Мы должны хотеть выбирать простить Вторая история В Евангелии от Матфея, восемнадцатой главе Это история о беспощадном слуге Так обычно называют эту притчу Итак, мы видим, что у одного государя было два раба Первый раб должен был ему десять тысяч талантов Это астрономическая сумма, которую он никогда не мог бы выплатить И поскольку он был не способен вернуть эту сумму Хозяин проявил милость и благодать Он простил его долг полностью У этого раба был товарищ, который должен был ему сто динариев Эта сумма намного меньше, но тем не менее равняется оплате За три или четыре месяца работы Поскольку должник не хотел вернуть деньги Раб заключил его в темницу, пока не вернет все Итак, хозяин вызвал раба и сказал ему Ты должен был простить, потому что и я простил тебя Есть одно ключевое слово, которое я хочу озвучить И очень сильно подчеркивать Хочу, чтобы вы услышали это слово и сделали его частью своей жизни Пусть оно станет частью ваших жизненных основ Это слово «благодать» Мы сперва должны получить благодать и понимать, что нам было прощено Отцом Когда мы понимаем благодать, мы можем принять решение простить Мы можем даровать прощение даже тем, кто нам причинил много боли Бог не просит нас делать невозможное С помощью благодати, которая приходит от Духа Святого в Божьем присутствии И приходит посредством понимания жертвы Иисуса Мы можем в свою очередь явить благодать Иисус завершает притчу из Евангелия от Матфея следующими словами Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату, своему согрешению его Мы будем отданы истязателям, то есть мы окажемся в тюрьме Нас будет мучить непрощение ночью и днем Непрощение сделает из нас узников Однако Бог хочет нас освободить Прощение — это сила, которая освобождает Условие — это понимать и практиковать благодать Пусть Бог явит нам благодать Чтобы мы могли ее принять и передать Пусть Бог благословит вас Вот мое послание на сегодня Это слово для вас Желаю, чтобы мы могли вместе сполна войти в прощение Пусть это прощение распространяется как можно дальше Будем переживать силу прощения, как это сделал Уилсон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова